Слава Украине! Друзья, всем привет, с вами Andy Vax. И сегодня мы поговорим про новинку от компании 3BuddyTech, плагин под названием Trinity или Троица. Почему плагин назван именно так, вы сразу поймёте, как только мы откроем интерфейс этого плагина. Но перед тем, как мы приступим к непосредственно обзору, пожалуйста, в описании к этому видео ссылка на донат для Вооружённых сил Украины, которые сейчас, в данный момент, борются с российскими оккупантами. Огромная просьба задонатить любую сумму. Огромное спасибо за поддержку и мы начинаем. Погнали! Итак, давайте послушаем небольшой фрагмент. Танцевальная композиция, смесь инди с танцевалкой, хаос, музыкой. Давайте послушаем. Вот такой незатейливый фрагмент. Давайте на группу с барабанами её солируем. Повесим Trinity и поразбираемся на примере перкуссий барабанов с этим замечательным прибором. Итак, вот он Trinity Shaper, плагин во всей красе. Сверху у нас папочка. Здесь дополнительные опции по работе с пресетами. Settings. Это у нас дополнительные настройки. На самом деле все эти опции практически присутствуют снизу, сверху. Вот такая полоса, например, Settings. Иконка с шестерёнкой присутствует с правой стороны. Здесь можно настроить Refresh Rate, то есть частоту обновления вашего монитора. Различные темы, которые изменят внешний вид вашего плагина до неузнаваемости. Graphical User Interface, можно Global Scale, то есть глобальное масштабирование изменить. Дефолтное значение для размера экрана. Ну, такие самые, на мой взгляд, важные опции, которые, скорее всего, вы захотите поменять при первом же старте этого плагина. К сожалению, как и в случае с другими плагинами, а именно с 3BuddyTag Kirgoff Equalizer или их компрессор Cenozoic, тут та же самая история. Global Scale, если мы увеличиваем, у нас теряется почему-то резкость. Немножко размытым становится интерфейс, но зато для меня 125% на 2К мониторе. Мне кажется, это оптимальный вариант. Различные дефолтные настройки по поведению плагина, подсказки включить-отключить можно, дабл-клик, а также удаление диапазона, также здесь может производиться, если эта опция внизу включена. Так же, как и в их Kirgoff Equalizer, когда мы зажимаем Ctrl на PC или Command на Mac и делаем правой клавишей мыши двойной клик. Таким образом можно удалять диапазон выделенный. Это все касается SideChain EQ. SideChain EQ у нас находится здесь, вот внизу. То есть здесь мы можем включать Equalizer, какие-то кривые создавать при желании. И на этот сигнал, который мы таким образом изменяем, на него будет по-другому срабатывать детектор плагина. Об этом чуть попозже. Давайте поговорим непосредственно про плагин. Сверху, как я уже говорил, меню, как и во всех остальных плагинах от компании 3BuddyTag. Это undo, redo, то есть какие-то действия мы можем произвести. Потом эти действия с помощью undo можем отменить, либо с помощью redo повторить. Два состояния A и B и кнопка копирования между этими состояниями. Можно по-разному настроить плагин, например, как-то так, да, и переключаться между этими разными состояниями. Кнопка bypass, которая отключает плагин. С правой стороны display, она касается, это функция того, что мы видим на нашем экране. Давайте посмотрим, как это работает. На самом деле все очень просто. Скорость отображения, отрисовки нашего анализатора. Максимальное значение в децибелах сверху вот здесь. Вот здесь 0 децибел с правой стороны. Сверху 5 децибел. И минимальное значение внизу минус 54. По умолчанию можно минус 90 поставить. Ну, на самом деле, вот здесь кнопка появляется, которая откатывает значения все до дефолтных, до заводских, что очень удобно, кстати говоря. In and out. Входная-выходная громкость. Можно фазу переворачивать. Крутая опция, которая, опять же, есть во всех их продуктах. Это опция fullscreen, когда мы нажимаем. Все так красиво выглядит. Большой красивый интерфейс. Ну и непосредственно Trinity Shaper. Как вы видите, здесь у нас сигнал. В отличие от всех Enelab Shaper'ов, в которых есть возможность управлять атакой и сустейном инструмента. Здесь у нас помимо атаки и сустейна, еще есть фаза, когда атака переходит в сустейн. Да, вот этот вот небольшой промежуток времени здесь назвали разработчики этот параметр Buddy. Вот здесь они пишут, что 20-50 миллисекунд после тренсиента, то есть после отработки атаки, у нас происходит при желании изменения вот этого параметра Buddy. Давайте попробуем, что называется, в деле этот прибор и послушаем, как он влияет на звук. Сразу хочется увидеть здесь какой-то лимитер, который будет срезать пики. Вот здесь у нас есть лимитер в правой части. Давайте попробуем его отключить, посмотрим на пики сигнала. Вот здесь с левой стороны эта шина у нас. Да, заходит сразу в красное. Включаем лимитер. Естественно, лимитер влияет на пики сигнала, на тренсиенты и при активации опции Limit все-таки пики немножко подъедаются. Опять же, мы можем это компенсировать с помощью увеличения параметра атаки. Итак, BodyLand, вот странно, что этот орган управления, он расположен не здесь, а здесь. Два регулятора справа, DryMix подмес и MakeUp выходная громкость и регулировка длины атаки и длины релиза минус и плюс 100%. При этом мы замечаем, вот если мы нажмем наушнички, что у нас атака действительно становится как бы длинней. И при увеличении этого параметра мы можем не только какие-то кратковременные тренсиенты усиливать, а гораздо более радикально влиять на атаку сигнала. Давайте послушаем в соло режиме. Да, что характерно крутим мы в минус плюс, неважно. Мы просто в режиме соло, когда наушники нажимаем, иконку с наушниками, мы слышим, собственно, фазу атаки. И давайте попробуем ее изменить, а потом еще покрутить эквалайзер, срез высоких и низких частот. Знаете, я бы сказал, что здесь вот в значении 0% все-таки иногда хочется еще сделать атаку, фазу атаки еще короче. Таким образом, я так понимаю, что мы можем воздействовать только на высокие частоты, например, низкие частоты не трогать. Или наоборот, только на низкие. Давайте попробуем. Отключаем наушники. Да, очень классно все реализовано. То есть мы можем акцентировать звучание нашего усиления атаки, как в данном случае, либо на высоких частотах, когда срезаем весь низ, либо на низких частотах, когда срезаем весь верх, допустим, атаку поднимать у сигнала только ниже 418 Гц, как в данном случае. Окей, давайте теперь попробуем воздействовать на часть сигнала под названием БАДЗИ. Давайте для начала ее послушаем. Нажмем на иконку с наушниками. Вот интересно, я так понимаю, что адаптивного никакого механизма здесь нет, поэтому вот этот БАДИ ЛЕНЗ нужно все время подкручивать в режиме СОЛО, чтобы понимать, что только вот именно нужная нам часть сигнала будет захватываться. Получается фаза атаки коротенькая, далее регулируется БАДИ, а далее регулируется все остальное, все, что после АТЭК и БАДИ. Остальная часть сигнала под названием СУСТЕЙН. Я удивлен, когда мы БАДИ регулируем, то есть я думал, что если мы делаем БАДИ коротким, то у нас СУСТЕЙН удлиняется. То есть часть сигнала, которая якобы была раньше в БАДИ, она теперь будет в СУСТЕЙНе. Ну нифига подобно. Вот в режиме СОЛО мы крутим БАДИ ЛЕНД и почему-то на звучании СУСТЕЙН это вообще никак не отражается. Это очень интересно. Ну и опять же, для БАДИ и для СУСТЕЙНа также мы можем ограничивать зону действия какими-то частотами, допустим, на середину или на верх или на низ, только воздействовать. Что, в принципе, тоже удобно. Давайте послушаем еще раз барабанный луп. В принципе, звучит он нормально, но давайте подумаем, как мы хотим воздействовать, исходя из того, что здесь три параметра, атака, БАДИ и СУСТЕЙН, как мы хотим воздействовать на наши барабаны, на наш ДРАМ БАС. Так, давайте попробуем усилить атаку на низких частотах. На высоких частотах у нас валит очень длинный открытый хет. Попробуем его сократить, посмотрим, что из этого получится. Отделили хет. Теперь давайте покрутим СУСТЕЙН и послушаем, на что это будет влиять. К сожалению, кнопки байпас здесь нет, это очень неудобно, чтобы быстро сравнить до и после. К сожалению, здесь такой функции нет и придется, например, копировать состояние, возвращать вот таким образом, чтобы послушать до и после. Так, ну, с сокращением длины открытого хета справляется прекрасно прибор. Давайте попробуем теперь, наоборот, удлинить звучание открытого хета, ну и в принципе всего, что у нас на высоких частотах находится. Да, и тут возникает такой момент, что естественно возрастает выходная громкость, в данном случае на высоких частотах. И здесь нет никакого органа управления, которое позволяет это изменение компенсировать. То есть в идеале для атаки, бадди и СУСТЕЙНа хотелось бы, помимо вот этих всех органов управления, иметь еще и на каждый из вот этих фаз сигнала выходную громкость. Раздельный регулятор, потому что здесь у нас есть только общая входная-выходная громкость. А так как у нас очень сильно возрастает выходная громкость, в данном случае при увеличении СУСТЕЙНа, хотелось бы компенсировать эту громкость. И здесь это сделать, к сожалению, невозможно. Ну, как Transient Shaper устройство работает прекрасно, мне очень нравится. Можно, как я уже говорил, сухой сигнал подмешать при желании. Далее у нас опция включения оверсамплинга. Двухкратный, четырехкратный, восьмикратный, шестнадцатикратный. Опять же при желании. Ну, давайте сравним, послушаем. Что-то незначительно меняется. Такое ощущение, что чуть отпиливается какой-то ультраверх. Ну, возможно, это обман. Далее Lookahead. Нажимаем и можем аж до двух с половиной миллисекунд Lookahead изменить. Соответственно, плагин у нас смотрит как бы назад в будущее. Он позволяет этот параметр Lookahead детектору срабатывать раньше. Вот от нуля до двух с половиной миллисекунд. Да, я думал, что этот параметр Lookahead будет как-то влиять на, например, атаку в режиме соло. То есть я буду слышать больше сигнала, меньше. Нет, почему-то нет. А что нам говорит подсказка? Ну, подсказка говорит, в принципе, о том же, о чем и я, что 20 миллисекунд задержки плагину добавляется в хосте. И более музыкально, более аккуратно прибор справляется с пиками. Ну, кстати говоря, в максимальном значении действительно не то, что более музыкально, более сглаженно начинают пики звучать. Вот этого эффекта такой пробивной атаки, его становится гораздо меньше. И я не скажу, что это прям супер классно. Поэтому в данном случае параметры Lookahead применяем с большой осторожностью и слушаем сигнал, который мы получаем в итоге. Так, ну что ж, давайте поговорим теперь про сайдчейн. Сайдчейн это такая штука, которая позволяет нам управлять процессом попадания сигнала в наш детектор. Вот если мы включим эквалайзер, режим отображения, например, 12 децибел. Вот, например, мы можем ограничить входящий сигнал. Давайте, например, сделаем так, чтобы в детектор попадал только низкочастотный сигнал. В данном случае это кик и снейр. Давайте послушаем. Вот, у нас попадает в основном сейчас только кик. Линковка лево-право-каналов есть при желании. Режим mid-side, left-right. Явно что-то происходит с сигналом при изменении настроек сайдчейна. Давайте проанализируем, что. Все приберем настройки, поставим атаку, например, на максимум. Интересно. Давайте попробуем все эти вот узлы выделить и перенести всю эту страшную кривую в высокочастотную часть. Соответственно, если мы нажмем соло нашего сайдчейна, мы услышим только высокие частоты. И теперь давайте попробуем изменить атаку сигнала. И включим и выключим вот эту странную кривую. Соответственно, в детектор будет попадать либо полный сигнал, либо только высокие частоты. И послушаем, как это реально отражается на работе плагина, что касается изменения атаки инструментов. Очень интересный эффект. Бочка, как бы еще один клик появляется такой. Та-да, та-да, та-да. Очень интересно. Динамика работать начинает. Прямо спецэффектно. Да, то есть попадает на детектор только средняя частота. И, собственно, судя по входящему сигналу, мы изменяем атаку, body и sustain. Давайте покрутим параметры body и sustain. Послушаем, как они влияют на звук. Как вы видите и как вы слышите, когда мы изменяем high-pass параметр для сустейна, мы можем ограничивать параметр sustain, чтобы он затрагивал только высокие частоты. Вот, например, в таком режиме, если мы в дефолтное состояние выключенное ставим, то у нас сустейна всего сигнала уменьшается. Соответственно, давление по низким частотам у кика уменьшается, что мне очень не нравится, например. Поэтому, ну что ж, достаточно гибкая система, я хочу сказать. И вот решение с sidechain таким гибким тоже добавляет спецэффектности и интересности. Так, а давайте-ка попробуем сделать нечто вроде DSR. Давайте сбросим в дефолтное состояние. Reset to default. Окей. Классно, что вопрос задает. Давайте попробуем его в районе высокой середины, 8, 9, 10 кГц, немножко сгладить его звучание. Давайте эту зону выпятим для детектора, чтобы больше он срабатывал в этой зоне. А можно даже вот таким образом сделать только эту зону. Давайте послушаем. Окей. Теперь давайте попробуем в этой области параметры атаки, бадди и сустейна, чтобы убрать язвительность. Субтитры сделал DimaTorzok А, например, я хочу наоборот усилить трэнсиенты после 1 кГц. А сустейн на высоких частотах после 6 кГц, нет, давайте после 4 кГц чуть уменьшить. Продолжение следует... То есть что мы сейчас получили? Мы сейчас изменили атаку сигнала, причем, опять же, в детектор попадает только вот эта высокая частота. Чуть уменьшили сустейн и бадди параметр, как раз он нам позволил чуть-чуть сгладить вот эту зону. Короче, интересно работает прибор, интересная опция. Теперь давайте снова сбросим до дефолтного состояния и включим режим, вот такая кнопка посредине Multiband Mode. И теперь верхние кнопки у нас не работают. Сетчин давайте скроем, чтобы не мешал. И теперь у нас прибор разделился на 4 полосы. Раз, два, три, четыре. Можно каждую полосу мутировать, солировать. И для каждой полосы в отдельности управлять атакой, параметром бадди и параметром сустейн. К сожалению, нет регулятора громкости выходной для каждого из диапазонов. Это немножко огорчает. Но давайте, опять же, попробуем в этом режиме изменить звучание нашего лупа. Давайте изменим чуть частоты, поставим тут 3 кГц и 7 кГц. То есть вот эта зона сейчас между 3 и 7 тысячами герц. Вот так это звучит. Давайте попробуем теперь раздельно для каждого диапазона подкрутить атаку, бадди и сустейн. Параметры. Субтитры сделал DimaTorzok Вы сами все слышали. На низких частотах просто колоссальная гибкость использования атаки. На низких частотах атаку я бы не трогал, потому что начинает пиковать инструмент body, позволяет сделать вот кик, что называется вот эту короткую фазу его звучания, отрегулировать гибко и сустейн тоже можно либо очень сильно сократить длительное звучание кика отдельно, несмотря на то, что такой сложный сигнал попадает в плагин, либо наоборот удлинить звучание кика. Вот еще раз обратите на это внимание. Работает феноменально, круто, просто персик. Далее на низких частотах я атаку поднял, чтобы кик больше пробивал на середине и на высоких частотах, атаку я поднял, а с помощью параметра body вот эта мерзость звучания верхней середины мы можем прибрать, а сустейном сделать более длинным звучание нашей перкуссии на высоких частотах и тем самым темп поднимается звучание нашей перкуссии и темп нашего трека, соответственно. Так что пока работает реально круто, реально гибко. Опять же, единственный момент, вот хотелось бы, чтобы тут был параметр для каждого из диапазонов по изменению громкости этого диапазона. Мне этого лично не хватает. Давайте попробуем взять какой-нибудь теперь тональный инструмент, возможно, с ревером и попробуем Trinity Shaper на таком инструменте. удастся ли, например, от ревера, от кого-то хвоста спецэффектного очистить сам инструмент или нет. Вот прекрасный пример. Очень сильно утоплен звук с помощью ревера. Давайте попробуем этот звук немножко очистить от ревера и приблизить к слушателю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, давайте теперь тоже самое попробуем в режиме мульти бэнд, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в режиме мульти бэнд мне нравится гораздо меньше результат. Переключаемся в этот режим оригинальный. Попробуем параметр лук ахет, влияет ли он на срез вот этого хвоста реверберационного как-то. Нет, я не слышу никакой разницы. Давайте попробуем sidechain по-разному настроить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, результат не прям какой-то революционный Результат адекватный и ожидаемый Давайте попробуем какие-нибудь другие Envelope Shaper Послушаем разницу Мой любимый быстрый Transient Shaper Давайте послушаем, как он воздействует на звук Они по-разному работают, явно какие-то разные кривые, но Trinity мне нравится в данном случае чуть больше Давайте попробуем DS-10 Очень классный Transient Shaper Хоть он называется Drum Shaper DS Но тем не менее в режиме бас Очень часто можно его использовать на разных других инструментах В том числе и тональных Можно режимы поперебирать Вот здесь три режима, три типа инструментов Вот здесь три режима, три типа инструментов Ну прям близко и гораздо быстрее настраивается инструмент Хотя нет вот такой дикой, гибкой, удобной системы настройки Но опять же, чем сложнее система, чем наворочение С одной стороны это классно, с другой стороны это долго Вот именно поэтому у меня очень много здесь разных Envelope Shaper Потому что все по-разному работают Давайте попробуем Multiband Shaper от компании Surreal Machines Impact Ну очень близко тоже, не впечатляет Ну и старый добрый Envolution Шикарный прибор Давайте послушаем, как он работает Частоту, на которой он будет работать, можно здесь задать вот таким образом Параметр Focus, может задавать на какой частоте ему работать для сустейна Ну вот не справляется он в данном случае Ну что ж, вот такой вот замечательный прибор, друзья Как видите и необычные настройки И дополнительная функция по управлению с Sage Chain Тут какие-то можно кривые такие задавать Чтобы прибор четко реагировал на какую-то определенную часть сигнала То есть только она попадала в детектор Это реально очень удобно Лимитер тут есть Вот единственное Не хватило мне, как я уже плакал, говорил для Каждой регулировки Выходной громкости Или в режиме Multiband Для каждого диапазона не хватает Громкости выходной для компенсации Потому что иногда Очень громкими При увлечении сустейна Сигналы Очень громкие какие-то Открытые хеты начинают лезть Собственно, нужно в этом случае Громкость Подкрутить Компенсировать Итак, первый победитель у нас Patreon Джамиль Лазарев Джамиль Поздравляю Второй победитель лицензии Тони Турчин Поздравляю Третий победитель сегодня у нас Сергей Попык Четвертый победитель сегодня Антон Крайнов И пятый победитель это Владимир Слободенюк Друзья, всех поздравляю Огромное спасибо, что были сегодня со мной на этом видео В описании ссылка на поддержку вооруженных сил Украины В борьбе с российскими оккупантами Друзья, любой донат За него я вам респектую Огромное спасибо за поддержку И до новых миксов Всем пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»